Август заполярец, сезон грибов и ягод. Однако в этом году он запомнится жильцам сразу нескольких мурманских домов не только дарами леса, но и коммунальными трагедиями. С разницей в несколько суток в двух домах в разных концах города обвалились потолки. В причинах разбирался Денис Прокопенко. Трехэтажному кирпичному дому в переулке Арктическом не везет. Крыша здесь течет с 2008 года. Про течки, уверяют жильцы, не над одной квартирой, а по всему периметру. Люди обращались куда только можно. Но ситуация с мертвой точки так и не сдвинулась. За 9 лет здание сменило 6 управляющих компаний. Последняя эксплуатация сервис признала себя банкротом с 1 июля. А уже через несколько дней от влажности в квартире семьи Ткачук обвалился кусок потолка. В этом году я уже ставила здесь на подоконник кастрюли, миски у меня стояли, цветы все залила. Побила. Вот то, что над этим, как его, над окном, вот это вот, она у меня вывалилась вся. Там была эта самая. Потом муж прикрутил ее уже на шуруп уже, чтобы по-настоящему. Так оно здесь рвануло. Посмотрите, вот здесь над головой у меня. Я здесь сплю, прямо над головой у меня все течет. А на кухне что творится? Вздувшиеся стены, отваливающиеся обои, запах плесени в квартире тучи мух, плодящихся от сырости, меньше и зол. Ситуация давно вышла за рамки понятия неудобства и приближается к катастрофе. Светлана Ткачук с мужем живут как в каменном веке. Без большой нужды семья не включает электроприборы и даже светом в ванной стараются не пользоваться. Боятся замыкания. Представляете, сидим, погас свет, рвануло, соседи все забегали. У нас взорвался щиток электрический, который на улице. Света не было, 6 часов. Но там рвануло, вы знаете, все выскочили, люди на улице были, в подъезде, знаете, такой едкий-едкий белый такой дым вот стоял. Аналогичная ситуация в деревяшке на Генералова 24-9. За ней также до июля следила эксплуатация сервис. Запущенность жилья видна без специальных комиссий. Прогнившие деревянные тротуары заросли травой по пояс. Дом перекосился, а в январе канализационные трубы под полом прорвало. Запах стоял такой, вспоминают жильцы, что разбежались даже крысы. Сегодня в одной из квартир обвалился потолок. На столе в кухне куски бетона. В дыру сверху видно половину квартиры этажом выше. Это гипсокартон вот. Он раскис и все. Анна Шведченко едва сдерживает слезы. Именно она обнаружила обрушение в квартире внучки. Девушка и ее двухлетний ребенок уехали в отпуск до октября. И за родной гаванью попросили присмотреть бабушку. О ЧП они узнали уже из группы Арктик ТВ ВКонтакте. У нас прорвало трубу на чердаке. Заливало второй этаж. Она ничего не... Мы везде добивались, даже дошли до этого опять народного фронта. В общем, где у них кто-то в ВКС. Потом три дня лилась вода. Они не могли найти винтель, где прикрывается вода на дом. Чтобы здесь это самое сделать. И потом через три, на четвертый день они уже приехали, сделали там на углу дома. Нашли эту канализацию, там закрыли. И вода, ну вода-то у нас вся стояла тут. Вот она и рухнула, наверное. Полы в квартире насквозь мокрые. Двери от сырости перекосило в проемах. И намертво заклинило в том положении, в каком их оставили хозяева. За несколько месяцев ухоженная квартира для жизни стала фактически непригодной. В общем, я не знаю, куда идти и что делать. Но она приезжает с ребенком, что мне делать. Опять себе забирать. Я в одной комнате живу. И что мне делать, я не знаю. Проблемное здание на Генералова, как и текущая трехэтажка на Арктическом, достались в наследство управляющей компании «Комфорт». Ее специалисты о проблемах жильцов знают. И, в отличие от коллег, обещают решить их в кратчайшие сроки. Заявочка уже передана по поводу посмотреть объемы работ, да и выполнить какую-то локализацию. Замена хотя бы нескольких листов шифра, которые повреждены, передана, собственно говоря, кровельщикам. И они должны вот-вот сегодня-завтра съездить посмотреть, что. И будем приступать уже к выполнению. По Генералу 24-9, смотрите, такая ситуация, что заявка вообще к нам, как в управляющую компанию, то есть обслуживающую организацию, она не поступала. Мы от нее про эту заявку только узнали. Мне позвонила сотрудница, потому что на нее вышли депутаты. Так как сама вот эта заявка, она к нам вообще не поступала в нашу организацию. Но на данный момент направлены сотрудники, то есть плотники, посмотреть объем работы, что там надо, причину, почему обросся потолок. Ну и, собственно говоря, будем приступать тоже самое к восстановлению. Скорее всего, проблемы этих мурманских домов удастся лишь локализовать. Крышу в доме на Арктическом нужно ремонтировать полностью. А это уже капитальный ремонт. Ну а жильцов дома на Генералова спасет лишь расселение. Люди подали заявку на признание здания аварийным. Чтобы проверить состояние двухэтажки, рабочие в подъезде поставили специальные маячки. Результатов этой проверки ждать придется до следующего лета.